Всем привет! Сегодня видео макияжное. Чё ты там насажешься? Чё насажешься? Иди сюда. Общительный кот. Видеомакияжное... Хвост. Про, значит, макияж, где я снимала видео до тысячи подписчиков. У меня был комментарий, просили повторить. И знаете, мне самой стало интересно его повторить. Почему? Потому что я вообще как-то, так знаете, спонтанно села, думаю, подкрашусь. Сейчас подкрашусь, думаю, одену. Я такую же футболочку одела. Или что это? Это не футболочка. Это кофта. Ну, сейчас модно, да, вот эта вся асимметрия. Или была не так модно. И, в общем, успела эта мода закончиться или нет. Потому что я поносить-то не успела. Я вот третий раз, по-моему, на видео одеваю, и всё. Вот жизнь блогера. Покупаешь вещи, и особо-то их некуда носить. Ну, купила, потому что праздничная. В общем, расскажу. Я тот макияж снимала, знаете, как думаю. Ну, сейчас что-нибудь такое тёмненькое сделаю. Ну, блёсточек, значит, наляпаю. То есть, какие-то такие абсурдные вещи я себе наделала. И вроде так ничего получилось. Поэтому я сама прям хочу даже повторить. Так, давайте сначала сделаем щёчки худые. Ну, или почти худые, да? Ну, сильно не будем худиться. Кстати, я поправилась. Я вчера как взвесилась с утра. Я была, в общем-то, в шоке. Так много я весила один раз. Но это было из-за приёма, как бы, гормональных препаратов. Брюлик, не лази по кровати. Вот. И как-то, знаете, я скинула с того времени вот 4-5 килограммов. Ну, в общем-то, до своего веса я так и не дошла. Но чтобы практически обратно вернуться, у меня такого не было. Ну, вот, случилось. Чем будем румяниться? Давайте. Давайте розовенькими от Color Trend. Скулы я делала такой китайской палеткой. Она у меня уже вся, это сама, разбомбилась. Крышка, крышка отвалилась. Так-то там все рефельчики целые. Вот. Значит, сделали мы щёки. Яркие, да, сделали. Ну, ничего. Ничего, потому что сейчас мы, сейчас мы глазоньки-то как намажем. В общем, рассказываю, как я делала. У меня есть эвановский карандаш. Он тёмно-тёмно-синий. Где он? Вот он. Его, кстати, осталось вот совсем чуть-чуть. Я слышала, девчонки их каким-то образом умудряются реанимировать. То есть, они достают там куда-то из низов ещё, значит, карандаш. И, в общем, я практически полностью закрашивала вот так вот века. То есть, я начала сначала, изначально я начала делать типа что-то стрелки, подводки, да. Потом я думаю, да нет, как бы этого мало. Я начала больше, больше, больше. Я, ну, будем говорить, закрасила всё века. Вот. Я, кстати, надеюсь, нам сейчас хватит на один хотя бы макияж. Чуть-чуть осталось. Тени вот прям такие тёмно-тёмно. И сине-чёрные, знаете. Хорошие. Вот. О! Отломался. И что? Придётся мне сейчас прям реанимировать. Прям вообще, смотрите. При вас. А как это делают? А где этот стержень? А как девочки это всё делают? Вы не знаете? А то я сейчас сяду, это самое, на макияжец. Всё. Короче, у меня всё. Закончилось. Закончился мой карандаш. Как вы, девчонки, их реанимируете? Не, у меня не получается. Слушайте. У меня не получилось его реанимировать. Давайте что-нибудь закрутим, да попытаемся уже как-нибудь докраситься. Ну, вот и что мне делать с одним глазом? Я в шоке, честно вам говорю. В общем, я засунула остатки карандаша. Но попытаюсь сделать то же самое, если мне хватит. Дальше всё равно у нас идёт вход тени. Но я очень надеюсь, что хватит накрасить глаз. Руки все грязные. Всё в этом карандаше. А карандаш-то заканчивается. Так, ну, в общем, кое-как я вот так намулевала. Это нормально. Я в прошлый раз тоже не пойми, как намулевала. Ну, вот этот карандаш, он не тушуется, конечно. В чём минус? У меня есть тени для век. Синие. Я их в прошлый раз брала. Вот такие вот синие тени. Я даже, девочки, не знаю, что это за палетка. Но тени вот прям очень синие. Я вот этими тенями просто сверху чуть-чуть как бы нанесу на карандашик. Вот, видите? Что сегодня со мной? Вот так. Вот так. Следующий глаз. Ну, карандаш, наверное, чтобы лучше держался, лучше держались тени, были более насыщенными, более яркими. Ну, в принципе, знаете, как типа смоки айс, да? Сначала выполняем карандашную технику, а потом тени. Но я об этом не думала, когда в прошлый раз делала макияж. Я просто как бы так экспериментировала, скажем. Теперь я вот здесь прокрашиваю межресничку, делаю тоненькую стрелочку, чтобы не было здесь пробелов. Пробелов. Так. То есть слишком прям я не вывожу. Просто чтобы не было пробелов. И все. Растушевываю я, значит, светло-коричневыми тенями. Это тени от Reflame. Это тени для бровей. У меня есть вот такой самый мой любимый средний оттеночек. Это оттенок для блондинок. И вот здесь я чуть-чуть подтушевала. То есть я синий цвет соединила с кожей с помощью переходного оттенка. Такого светло-светло-коричневого. Вот таким вот образом. То есть, видите, здесь карандаш синий, яркий. Переход в тени и дальше в такой коричневый. Но, как бы, дело даже не в этом. Дело в следующем. У меня есть, значит, вот такой вот глиттер. Это с Алиэкспресс. Я вам ссылочку на него оставлю. Значит, мы берем вот такой глиттер и берем вот такие блестки. Это тоже Алиэкспресс. Тоже ссылочку вам оставлю. Так, чуть-чуть посветлее сделала. Вот такие блестки. Они прям, смотрите, подходят, мне кажется, да? Достаточно. Только здесь розовых оттеночков не хватает. Плоскую тоненькую кисточку. Блестки. И вот этот клей. Клей для глиттера, да? Для блесток. Значит, маленькую-маленькую горошинку я выдавливаю. Вот так. Прямо на тени. И здесь то же самое. Здесь даже чуть-чуть мне побольше получилось. Давайте здесь добавим. Прямо вот таким образом. Размазываю. Ну, как размазываю. И так вот чуть-чуть я прихлопывающими движениями просто чуть-чуть распределяю. В принципе, у нас ничего не размазалось. Светлая – это вот этот клей. Он просто сверху теней лёг. Вот муж поехал опять на стройку, понимаете? Приезжает сейчас. А я снова звезда, да? Вся такая в блёстках. Как хорошо быть, значит, блогером. Ваш муж не будет жаловаться, что ты себя запустила, плохо выглядишь. Он будет просто в шоке, каждый раз возвращаясь домой. Вообще, на кого-то похоже. Значит, берём эти блёстки. Эти блёстки уже, они как будто, знаете, как с клеем немного. Ну, они суховаты. Клея нужно, конечно же, больше. Вот берём, значит, прям так кисточкой прям аж пытаемся набрать их. И прихлопывающими движениями, как, чтобы вам было видно и мне в зеркало. Вот такими прихлопывающими движениями мы это всё дело распределяем. Я даже, знаете, как не только прихлопывающими, а лучше они распределяются, когда вы дотронулись и в бок, как бы, слегка подтянули. Еле-еле. Вот они так прям хорошо распределяются. Вот, смотрите. Так, где лампочки мои? Блёстки уже у нас. Дальше. Опять же. Ну, мне кажется, это быстрый макияж. Нет, как вы думаете? Это я ещё, знаете, тут болтала там, то-сё. Всё, мне кажется, очень быстрый макияжик. Вот. Два глазика у нас в блёсточках. Сейчас слегка вот это всё дело у меня схватится. Пока я, значит, проработаю низ ещё чуть-чуть. У нас были здесь синие тени, остатки. Я чуть-чуть добавлю коричневых. Совсем чуть-чуть. Теперь ещё я вот здесь именно, как бы, сравняю вот эти вот переходы, да. Поярче нанесу вот сюда, в переход. Всё, мои дорогие. Теперь мы красим реснички побольше желательно. И мы, в общем и целом, готовы на какую-нибудь вечеринку. Ещё, знаете, хотела вам сказать про конкурс. Про конкурс у меня спрашивают. В пятницу, завтра, значит, я выпущу видео, будем разыгрывать. Я нашла уже программу. Вчера полвечера просидела. И ту пробовала программу, и ту пробовала. Знаете, там какие-то платные, какие-то почему-то не работают. В общем, с горем пополам я нашла ту программу, через которую мы будем, значит, разыгрывать. Говорю сразу. Эта программа видит, подписаны вы или нет. Я могу открыть, то есть она выбирает конкретно человека, конкретный комментарий. Я могу открыть, посмотреть, стоит ли лайк и есть ли подписка. И вчера, когда я пробовала, значит, как работает вообще эта программа, да, вот, что хочу сказать. На третий раз только у меня получилось, ну, типа, как сделать розыгрыш, потому что первые два человека, которых выбирала программа, они были не подписаны. Так что смотрите, как бы, участвую, комментария мало. Вот. Следующее мы делаем, после того, как мы с вами накрасили наши реснички, мы тем же синеньким карандашиком прокрашиваем слизистую. Все. Теперь помада. Помада сюда, конечно же, подойдет нам нюдовая. Но нюд, не который нам будет выбеливать губы, а все-таки такой нюд, который будет, ну, достаточно виден такой, яркий на ваших губах. Это моя любимая нюдовая помада Pure Pink. Это матовая помада от Avon. Вот, посмотрите на ее цвет. Она как будто сразу вас освежает. Все, мне кажется, мы с вами выглядим очень даже по вечернему. Можно еще чуть-чуть, я бы, знаете, что добавила, вот здесь коричневых теней темных, слегка чуть-чуть побольше. Почему? Потому что блестящие веки очень яркие, а дальше, как будто, знаете, века заканчивается. Все-таки его нужно проработать поярче. И на этом глазике тоже. Еще что хочу сказать по поводу макияжа. Желательно бы, так сейчас, желательно бы, конечно, на полностью все века блестки не наносить, потому что, ну, через там три часа они уже здесь начнут немножечко так под, как бы, знаете, борить. Поэтому желательно нанести, ну, вот, ну, чуть-чуть пониже, туда, вверх, до конца века. Они потом сами, как-то, знаете, так размажутся. Ну, в общем и целом, стойкий хороший, нормальный макияж. Я в нем ходила в тот день достаточно долго. Ну, блестки, конечно, нет-нет, появляются на лице. Ничего страшного. Брови. Давайте чуть-чуть добавим бровок. Так, как считаете, лучше стало, нет? Так, и еще, знаете, я, наверное, добавлю оранжевые румяна. Потому что помада у нас с оранжевым подтоном, и румяна я хочу именно с оранжевым подтоном. Конечно, мы это все подтушевываем. Челку, если бы подстричь, то было бы вообще замечательно. Все. Мы с вами готовы на выход. Давайте посмотрим макияж более близко. Вот так это все выглядит. Блистайм. Так что, если вы хотите, значит, я обязательно оставлю ссылочки на... Ну, какие основные продукты вам, конечно же, потребуются? Вот эти блестки и вот этот глиттер. Не знаю, насколько он вообще действенный, но он именно такой прям клейкий. Застывает ли он навсегда, прям насовсем, я не знаю. Возможно, у него такая вот текстура клейкой и как бы постоянно остается. Как-то, знаете, я... Ну, под блестками там не проверишь. Макияж получается не супер прям стойкий, но достаточно стойкий. Вот. Пишите, что думаете. Ставьте лайк, если понравилось. Пока-пока. До завтра. А, сейчас вам, знаете, что еще? Попробую ставить брюлика. Я тут вчера вообще ухохоталась с него. Он у меня так спит прикольно. Сейчас я вам ставлю. Ставлю отрывочек. Брюлик. И пальцы тут подтягиваю. Что ты? Заснул? Я ходил все утро, орал, меня будил. Ишь ты. Брюлик. Брюлик.